Дамы и господа, шоу поехали на Авторадио. Демидов Абрамян здесь в вашей компании. И к нам пришла второй раз. И второй раз мы этому бесконечно рады. Ирина Горбачева. Доброе утро. Доброе утро. Давайте сразу проанонсируем серьезную премьеру. 19 апреля в прокат выходит фильм Данила Козловского «Тренер». Это картина о футболисте, который из-за решающей ошибки в важном матче вынужден был завершить карьеру. Он становится тренером провинциальной команды «Метеор», которую хочет привести к победе в Кубке страны. И вот президентом этой команды является женщина с сильным характером «Лара», которую сыграла Ирина Горбачева. Правильно так. Ир, правильно ли мы понимаем, что с футболом тебя вообще никогда ничего не связывало. И вот первое знакомство, оно связано с Данилой Козловским и клубом «Метеор». Да, абсолютно так оно и есть. Вот, потому что я раньше когда-то болела, ну, один раз. Когда «Зенит» играл, помните, это был какой-то 2006-й, или не помню. Кубок Уэфа. Финал Кубка Уэфа. Да, да, да. Финал Кубка Уэфа. Так это был 2008-й. 2008-й, да, да, правильно. 2008-й год. Вот, и я помню, что и я подключилась ко всему происходящему, и, естественно, я болела. И, конечно, когда мы вышли на улицу, и все начали там ликовать, прыгать, радоваться и так далее. И после этого я такая думаю, так, а может быть мне стать болельщиком и вообще смотреть футбол? Ну, подумала, перевернулась на другой бок, да, и прошла. Да, и потом как-то что-то, вот не было каких-то игр, которые бы меня зацепили, чтобы я увидела какую-то красивую игру. Ну, конечно, а 2012-й год, когда Россия выиграла у Голландии, мне кажется, вся страна гуляла так. Это восьмой год. Ой, восьмой год, когда Россия выиграла. Так это и есть восьмой, это все в один пришлось. «Зенит» тогда взял. Прямо через пару месяцев же это, получается, было. Да, и, возможно, это тот как раз момент, возможно, и про «Зенит» говорила. Именно про это и говорила, а не про «Зенит». Но год восьмой, все нормально. Да, на восьмой год очень много пришлось, а у нас нынче в восемнадцатый. Я тебе по секрету скажу, что, в принципе, с восьмого года больше подобного и не случалось с нашим футболом. Да, и дай бог случится, потому что все равно российский футбол делает шаги. Есть клубы, в которых люди как бы идут вперед и как-то продвигаются. То есть не самые-самые наши мастодонты, но, тем не менее, все есть это. Просто мне кажется, что вот этот скептицизм, он тоже очень сильно мешает. Вот этот настрой. То есть каждый раз, окей, да, неудача, да, неудача, но там за этой неудачей есть люди, которые отдаются полностью своему делу. Причем один из таких людей, как раз, я так понимаю, был консультантом на фильме, Леонид Викторович Слуцкий, потому что это абсолютно фанатично преданный человек к футболу. Мы очень зацикливаемся на неудачах. Ну, то есть именно на том, что «Ну все, мы проиграли, наши опять продули, и вообще, ну и все». То есть понятно, понятно расстройство, но люди забывают, просто забывают о том, что за всем этим стоят еще куча людей, переживаний, помимо тех, кто за этим наблюдает. И точно так же в кино. Дайте шанс увидеть картину, дайте шанс быть... Хотя бы посмотрите фильм. Посмотрите фильм, да, ну то есть сходите и посмотрите фильм, и тогда уже, ну, делайте свои выводы, а не просто потому, что «Данил Козловский, ну-ка, ну-ка, сейчас мы посмотрим, а, ты режиссер у нас, а, ты у нас еще и, оказывается, там, типа, и сценарист, и продюсер, ну, сейчас мы...» И все такие хрустнули пальчиками. Да, это сейчас Ирина Горбачева реально хрустнула пальцами, это все по-настоящему было. Слушайте, ну, я хочу сказать, наш кинокритик Егор Москвитин, он уже посмотрел фильм, значит, и он прислал мне сообщение, если мягко, то фильм, отлично. Он прям, ну, очень ему понравился фильм. И есть вопрос, значит, от серьезного человека, не от нас, понимаешь, а... От зрителя. Вот, как кажется ему, в начале, в сценарии, возможно, может быть и нет, на твою роль претендовал, должен был претендовать мужчина. Или сразу, или сразу вот президентом футбольного клуба должна была быть по сценарию девушка. Вот расскажи, пожалуйста. И если девушка, то кто? На кого? То есть, если с мужчинами проще, там, тренер ты можешь на этого посмотреть, на того, с президентами клуба тоже, а здесь кто? Ну, вот, навскидку только Ольга Смородская. Ольга Юрьевна Смородская была такая влагомассивная. Я знаю, и на самом деле, да, действительно, примеров женщин-президентов футбольного клуба, ну, действительно, их очень мало, не так много. И плюс, конечно же, понятное дело, что и таких молодых нет. Но будем откровенны, и тренер, он тоже не всегда такой молодой. Ну, то есть, очень редко бывает, вот, молодые, ну, как бы, тренеры... Но все-таки чаще. Ну, есть, бывает, случается. Да, случается, но не так часто. Я имею в виду, что, если отвечать на вопрос, то нет, изначально это была женщина, и Даня думал, вот, кто, 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 то есть он... Кто, если не ты? Кто, если не ты. А Леонид Викторович, вот, возвращаясь к Леониду Викторовичу Слуцкому, он консультировал вообще всех, или вот просто у Дани с ним была какая-то отдельная беседа, разговор, там, или вообще всю группу? Нет, он консультировал всю группу, именно ту часть группы, которая занималась именно футболом, прям конкретно все эти передачи, все эти комбинации и так далее, то есть выстраивал эти схемы. Не было для тебя какого-то откровения, чего вот ты, например, вообще никогда не знала про футбол, и тут ты благодаря этому фильму, а, да ладно, так вот что такое офсайт, или там, я не знаю. Знаешь, у меня другое произошло. Я благодаря футболу увидела в какой-то степени вообще закулисье чуть ли не любого из наших творческих каких-то, ну, любой из творческих сфер, включая театр. То есть ты понимаешь, что это так схоже с театром, вот именно спорт, в плане, там, футбол, да, там, хоккей, вот, то есть командная игра. То есть я это действительно увидела, я такая, а, подождите, тут же точно так же, как в театре, есть директор, да, то есть тот, кто занимается планированием и так далее, то есть купить-продать. Есть худрук, да. Есть художественный руководитель, как тренер, который должен, а, завоевать авторитет команды, если он приходит, ну, то есть потому что это тоже не просто у каждого амбиции, то есть каждый артист внутри, то есть каждый уникален, каждый личность и каждый, ну, достоин, как бы, всего самого классного, то есть и чтобы они все вместе играли под твоим руководством, чтобы ты научил их конкретно ансамблю, они должны поверить в тебя в первую очередь, то есть поверить в того человека, за которым они пойдут. А если в нем нету именно того, что, ну, почему за ним нужно идти, ничего не сложится. Ну, то есть я это увидела вот на примере просто футбола. Дамы и господа, продолжаем общение с Ириной Горбачевой. Ира, еще раз, доброе утро. Доброе утро. Начали уже обсуждать фильм Данила Козловского «Тренер». Вот мне один момент очень интересен. Как снимали игровые сцены? Я думаю, сейчас скажем, как снимали постельные сцены? А там были? Тогда нафиг игровые? Расскажи про постельные. Нет, у меня нет. Вот. А у Дани, да. Как снимали игровые сцены? Играл ли сам Козловский? Да, они все делали без... Дублеров. Без дублеров, без хромакейных или компьютерных мечей, которые залетают и классно летают. Это, конечно, титанический был труд. То есть то, что я увидела, ну, когда ребята, во-первых, полтора месяца до они занимались, тренировались. А с кем, интересно? Я не знаю точно с кем, но я знаю, что первые две недели они просто даже учились ходить. То есть когда тренер увидел их и сказал, слушайте, ребята, какой футбол? Ну, то есть, хотя каждый из них играл в футбол, это обязательно было... Видно, что непрофессиональный тренер наш, если с опытом посмотрел его, сказал, ну, ничего, у меня команда так проходила, нормально. Нет, он сказал, что нет, вы, ребята, даже не ходите не так, вот, поэтому мы учимся сначала ходить, бегать по полю и так далее, и так далее. То есть две недели они не играли в футбол. Потом их начали учить, как это делать профессионально. И то, как выкладывались ребята каждый дубль и как они по-настоящему играли, то есть они действительно прокачались. Вот именно до уровня футболистов, артистов. Футболисты, это были актеры профессиональные или частично это были футболисты, частично актеры? Да, значит, те были и футболисты, и актеры, которые играют в футбол. И, естественно, вся драматическая история на артистах, спортивная на футболистах, но оказалось, что нет. То есть все так получилось вместе, и все так классно сыгрались, что, ну, то есть не нужно было дублера или, типа, ребят, я что-то тут устал. Они, конечно, были воинами. То есть то, что я увидела, ту выкладку, ту работоспособность, ну, это единомышленники. Я вот благодарна этой картине за то, что она меня тоже еще и профессионально прокачала. Потому что я поняла, что как вот действительно нужно выкладываться, работать еще раз. Ну, то есть не то, что я бы этого не делала, а я в этом еще раз убедилась. Процесс-результат. Никак иначе. У меня вопрос есть, Тир, к тебе. Вот если посмотреть на твоих персонажей, да, в последних фильмах, это и в «Аритми», и в «Я худе», и в «Тренере», хотя я еще сам не видел, да, но вот так по трейлеру, по твоим рассказам понятно. Это везде такие, знаешь, сильные, самостоятельные, иногда не очень самостоятельные, но всегда сильные женщины. А вот я бы «Аритми» в этот список, честно говоря, не ставил бы. Нет, ну... Ну, как мне кажется, это сколько людей, столько и мнений, но я бы не сказал, что прямо... Все равно сильные. Все равно сильные женщины. Сильные, безусловно, но... Но все равно она принимает первое, делает поступок первое, то есть она говорит, что типа давай... Но она это сказала, но этого не сделала. Да, она этого не сделала, но... Вопрос в другом. Почему постоянно Ир такой образ? Я не могу сказать, что это какое-то амплуа, но мне в этом нравится существовать. Я не знаю, как это будет дальше. Я, конечно, ну, люблю и острохарактерные истории, пока их просто не появляется на горизонте, и комедийные в том числе. Ну, то есть, ну, конечно, моя мечта там, понимаешь, сыграть какую-то и старуху, и колдунью, и... То, что блестяще просто выражено в Инстаграме. Да-да-да-да-да-да-да. О-о-о-о-о! Это актриса-актриса, она актриса по жизни, это очень крутая история. Ну, да, то есть это вот что-то в эту сторону, конечно, мне очень хочется это все тоже реализовать в кино, поскольку это, конечно же... Твое-твое. Это прям игра-игра, ну, то есть это прям типа ты дурачишься, что-то придумываешь, кривляешься, и это отдельный мир. Но именно в драматической истории, которая тоже мне очень близка, я очень люблю драматические фильмы и драмеди в основном, ну, как бы вот чтобы и комедия, но и тем не менее, как там с Я худею произошло. Для меня это жанр, в котором вот, ну, я там существую всегда так, знаешь, с разряда тотально серьезно. Тут у меня, знаешь, включается такой пионер-школьник, который, типа, главное не нахлопотать, понимаешь? Друзья. Очень хорошо, что, Ирин, ты у нас в студии. Не то, что тотально несерьезно, но вот существуешь так, как ты хочешь. Обязательно, друзья, сходите, посмотрите фильм «Тренер» с Ириной Горбачевой. Мы тоже сходим. Пока не успели, Ир, прости, но обязательно сходим. Очень интересно вот отзывы кинокритика нашего, которые объективные, очень хорошие. Да, я вот, да, я тоже, я не за то, чтобы призывать вот прям людей, но я хочу вам сказать, что не относитесь предвзято просто к названиям. Даниил Козловский, тренер и так далее и тому подобное. Потому что давайте шанс, точнее, давайте шанс себе вот так вот увидеть классную картину и открыть что-то в себе непознанное и новое. Тем более, что он Данила Козловский. Ну, необычный. У нас в гостях была очаровательная актриса. И снял Борба, и снял маску, и такой, это я. Да, да, да. Друзья, у нас в гостях была очаровательная Ирина Горбачева. Ир, спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. Пока.